Вы знаете, как правильно поддерживать водный баланс в своем организме? Ну, если вы считаете, что для этого достаточно просто вводить в свой организм полтора-два, а некоторые говорят 2,5 литра воды в сутки, то вы ошибаетесь. Это было бы слишком просто, если просто ввел воду и будет тебе счастье. Далеко не так. Просто выпить такое количество воды может каждый, действительно. Вопрос, что будет дальше. Если вы не сможете при этом комбинировать правильную еду, вода разводит желудочный сок. И вы получаете как минимум гастрит, язвенную болезнь и ухудшение пищеварения. Потому что пища в воде варится, но только в кастрюле, вне вашего организма, при внешнем источнике тепла. В вашем организме в воде пища не переваривается, хотя вода входит в состав пищеварительных соков. Для того, чтобы воду усвоить, должны поработать ферментные системы, активированные витаминами, микроэлементами, обеспеченные энергией, хотя бы сахара какой-то нужно положить. Если всего этого нет в воде, вы должны были об этом подумать до того, а не после того как. То есть сначала должна быть все-таки еда, а потом по возможности вода. А еще лучше, если вода будет состоять, находиться в еде, тогда вы делаете одно движение, вернее два движения сразу, одним движением. И у вас все прекрасно. Поэтому просто вводить воду в свой организм я бы не советовал. Вы знаете, тот напор воды, который многие себе обеспечивают, просто пьют много жидкости, он же виден сразу. Посмотрите на себя в зеркало. Если вы накануне выпили много воды, вы просыпаетесь, у вас отеки под глазами. Хуже, если эти отеки держатся на протяжении всего дня. Но это был просто эпизод. Да, не угадали вы с количеством, ваш организм, ну скажем так, не был готов к такому сюрпризу. Если вы регулярно не угадываете с количеством воды, пьете мало воды. Белковые токсины, которые удаляются с водой через почки, они концентрируются. В почках у вас появляется солевой диатез, со временем мочекаменная болезнь, хамушки появляются в почках. Очень драгоценные для врачей некоторых специальностей, кстати. Ну, неизменно там воспаляется ткань, появляется цистопиелит, пиелонефрит, обостряется цистит, у мужчин простатит. И уже дорога к импотенции, уже хронический простатит, это номер один к импотенции, уже у мужчины она проложена. Вы знаете, индикатор того, что вы регулярно не употребляете достаточное количество воды, он простой. В том же зеркале вы можете посмотреть, только уже не под глазами, а посмотреть на шевелюру. Если у мужчины хорошие волосы, нет залысин вот здесь, а особенно нет облысения спереди, то я могу сказать, что мужчина в принципе угадывает. Он вводит достаточное количество воды для очищения своего организма. Если же вы пьете воды слишком много, мешки висят под глазами, ноги отекают, сердцу плохо, вы легко можете его сорвать. Вы знаете, лошади срывают сердце один раз, дав разгоряченной лошади выпить воды. Многие, к сожалению, это делают в тренажерных залах, в фитнес-клубах. Пить воду в связи с физической нагрузкой нельзя. Воду можно пить правильно до физической нагрузки, но не воду, а лучше жидкость, то есть в составе какого-то продукта питания. Во время физической нагрузки вода противопоказана, потому что вы срываете просто себе сердце. Если у вас, конечно, впереди олимпийская медаль, да. Цель у вас определенная есть, вы можете поменять свое здоровье на олимпийское золото. Если же нет, зачем вам это надо? И воду нужно пить после физической нагрузки, после ее окончания. Но после того, как сердце успокоилось, то есть пульс и артериальное давление вернулись к исходным позициям, до физической нагрузки, тогда не вопрос, тогда вы все делаете правильно. Если же нет, вы знаете, нельзя шалить с большим количеством жидкости. Вы знаете, я тут нахожусь не просто на берегу водоема, это водоем самый чистый, самый большой, во-первых, водоем, самый чистый в Европе, в Восточной Европе, воды. Это Женевское озеро. Поэтому наряду с количеством воды, и первое очередное, это качество воды, вы должны пить чистую воду. Потому что поддерживать водный баланс грязной водой, конечно, можно, да, вы воду в свой организм водите, но вы рискуете тем, что с токсинами не справится печень или почки. Два фильтра. Поэтому тут так поступать нельзя. Поэтому, вы знаете, нужно адекватное количество воды вводить в свой организм, в соответствии с той задачей, которую вы собираетесь выполнить, с той работой, которую вы собираетесь выполнить, с теми условиями, в которых вы находитесь. Если вы находитесь на открытом воздухе, когда вот сейчас льет дождь, я понимаю, что влажность 100%, воды нужно меньше. Если бы сейчас был бы жаркий солнечный день, и влажность воздуха была бы близка к нулю, я понимаю, что воды нужно пить больше, не ожидая чувства жажды. Потому что чувство жажды – это индикатор того, что у вас слишком кровь. И вы уже давно не пьете, не пополняете водный баланс в своем организме. Но очень важное значение имеет количественный фактор, и главное – не перебирать. Вы знаете, когда люди вводят много воды в организм, а мощность насоса сердца уже не та. Появляются отеки на ногах. Когда много идет воды, а почки не справляются, появляются верхние отеки, утренние отеки. Они говорят о том, что слабые почки. Когда плохо печень справляется с очищением крови, вода отекает все тело. Вы встаете, вы пытаетесь одеть кольцо, а оно не налазит на палец. Потому что палец вдруг стал другого размера. Вы пытаетесь одеть браслет на руку, а он тугой или вовсе не налазит. Не потому, что изменился браслет, а потому что просто рука стала большего объема, потому что там больше растворенных в воде токсинов, которые почки и печень не вывели из вашего организма. И очень важно, еще раз скажу, не перебирайтесь количеством воды. Очень легко сорвать сердце большим объемом воды. Вы знаете, за моей спиной не просто Женевское озеро, за моей спиной великолепный Женевский фонтан. Виден сейчас практически в полный рост. 140, а некоторые лет 145 метров. Ну, действительно, тут вода, вы видите, высота его варьирует. Примерно метров пять, наверное, там и будет. Потому что до него метров 200. Великолепное зрелище. Конечно, в пасмурную погоду он не так великолепен, как в солнечную. Но все-таки, представляете, какая мощь. Я там был рядом. Знаете, сложно находиться рядом. Я понимаю, что если подстать под эту струю, то взлетишь, наверное, до середины фонтана. Вот этот объем, это масса воды. Вот главное не сорвать систему себе. Потому что здесь, фактически, вы сейчас видите 7-летний запас воды для взрослого человека. Примерно 7 тонн воды находится в воздухе. 500 литров ежесекунду выбрасывает фонтан. Вы знаете, вот эта мощь, она показывает, что нельзя шалить с водой. Нужно просто адекватно вводить. Нужно просто знать, как правильно поддерживать водный баланс в своем организме. Тогда здоровье будет не просто на сегодня, не просто на ближайший месяц, год. А десятилетия активного образа жизни и активного долголетия вам обеспечены. Поэтому не шалите.